Еще раз напомню, у нас чемпионат Архангельской области и первенство Архангельской области по спортивному туризму. Группа дисциплин, дистанция комбинированная. Люди, увлеченные туризмом, нередко сталкиваются с непониманием со стороны обывателей. Променять домашний уют на походную романтику, а ночлег на диване и обед в кафе на палатку и котелок способен не каждый. Участники чемпионата и первенства Архангельской области по спортивному туризму, прошедшего в Приморском районе, преодолели все эти походные трудности в концентрированном виде. Началось все в пятницу вечером с наступлением темноты. Десяти командам из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Мирного, в том числе трем подростковым, вначале предстояло переправиться через реку на надувных лодках и перевести весь свой скарб. На первом же этапе многие участники вымокли до нитки. Глядя на то, как при температуре воздуха едва выше нуля человек раздевается до плавок и при этом нет никакой перспективы обогреться у костра, появилось сомнение в том, что все дойдут до финиша. Тем же, кто из водного испытания вышел сухим, гордиться было особенно нечем. За двое суток предстояло вымокнуть каждому и не раз. Этапы были соединены между собой многокилометровыми переходами. За двое суток участники прошли в общей сложности полсотни километров. В одном из зданий на второй день воссоздали последствия техногенной аварии. Условных пострадавших предстояло снять с крыши, вытащить из полуразрушенного подвала и поднять из колодца. Команды атаковали и старую водонапорную башню. На ней оттачивали навыки владения альпснаряжением. Участникам нужно было подняться на 15-метровую высоту под потолок башни и спуститься вниз. Затем соревнующиеся переместились к не менее живописному объекту – подземному бункеру, заброшенному более 10 лет назад. Стены с облупленной краской, старые учетные журналы и поломанная мебель, узкие коридоры, лабиринты – здесь каждый из команд предстояло провести не менее получаса. Организаторы запрятали в разных комнатах бункера пять меток – контрольных пунктов. Их нужно было найти и сфотографироваться рядом с всей командой. При этом передвигаться приходилось в кромешной тьме, используя только свет налобных фонариков. Три сложнейших этапа команды закончили под полночь, но об отдыхе не было и речи. Впереди всех ждали не менее сложные этапы, которые завершились только около 4 утра. Первые сутки спали всего лишь полтора часа, причем спали на скулоне, соответственно, было достаточно проблематично нормально выспаться. А сегодня была возможность выспаться, потому что погодные условия не позволили провести один из этапов. В лесных этапах командам приходилось не только передвигаться по тропинкам, но и форсировать буреломы, ручьи и болота. Только за последние полдня ребята преодолели 16 километров по пересеченной местности. У каждого этапа было индивидуальное задание, то есть команда перед началом получала всю необходимую информацию, что делать, как делать, какие сроки, этапы, баллы, что они делают. Но основной это была работа с пострадавшими. Это оказание помощи, это их поиск, это транспортировка. Ну и работа, так сказать, на естественном рельефе, то есть препятствия, это и техногенные катастрофы мы разбирали, и водные объекты, и в природной среде поиск, и спасение пострадавших. Двухдневный квест завершился в 16.00 у понтонной переправы в деревне Лая. Ну все отлично. Что было самое тяжелое? Самое тяжелое? Много хольбы. Много хольбы и все нести за собой надо. Не пожалели, что рискули? Нет. Надо еще раз попробовать. А что было самое интересное? Самое интересное? Полосы, полосы, полосы. Ориентирование тоже. Ночное ориентирование. Это золото. Да, супер, классно, классно. В первенстве среди юниоров участвовали три команды, поэтому призовых мест хватило всем. Третье и второе место заняли дебютанты соревнований команды «Ветер» из Мирного и «Кадета» из Новодвинска. Золото получил северодвинский скиталец. Борьба за победу в чемпионате проходила нешуточная. На протяжении двух суток три лучшие команды шли плечо к плечу, показывая практически одинаковые результаты. А победители определились только в последние минуты с перевесом в несколько баллов. Почетное третье место завоевали смешарики. Немного не дотянула до победы Архангельская областная служба спасения. Звание лучших заслужила студенческая команда «Поморспас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова